Комфортное жилье для пернатых в России стартовала акция «Двор для птиц». Она проходит в рамках федерального проекта «Городская среда во всех городах России» и призвана помочь создать необходимые условия для выживания крылатых. Поддержал инициативу Нейнский округ, и в результате мероприятия у обитателей региона сразу в нескольких районах города появились новые сковорешники. Для птиц, чтобы помочь им. Чтобы не голодали. У Тимофея Тюрина сегодня особая миссия. Впрочем, как и у других учеников первой школы. Они своими руками мастерят кормушки для птиц. Местом творения новых домиков для пернатых стала мастерская первой школы. Поговорив с учениками, ученики с радостью согласились на кружке изготовить данные кормушки под вид скворечников для того, чтобы птицы нашего города чувствовали радость и уход за ними. Чтобы доставить радость крылатым требуется много времени и сил. Например, на изготовление одного скворечника у учителя технологии и его учеников уходит примерно 6 часов. Чтобы как можно быстрее птицы встретили новоселье, на помощь пришла молодежная палата городского совета и молодая гвардия. Нас пригласили поучаствовать, разумеется, без раздумий согласились, потому что очень хорошее дело помогать птицам. Это в будущем послужит примером для подрастающих поколений. Эта всероссийская акция была реализована в рамках федерального партийного проекта «Городская среда» партии «Единая Россия». Это было сделано для того, чтобы на тех общественных и дворовых территориях, которые были построены в городах в рамках формирования комфортной городской среды, привлечь общественность, молодежь, детей, для того, чтобы они стали более активными к жизни города, вышли во дворы и сделали какое-то доброе, полезное дело. Кстати, в результате проведения всероссийской акции новое комфортное жилье обрели тысячи птиц со всей России. А в окружной столице новоселье отметили пернатые литературного сквера, улицы 60 лет Октября и поселка Искателей. Вот под них же надо, чтобы людям было удобно. Кроме нового жилья, птицы получили и еще один подарок – зерно и семечки. Их начали приносить неравнодушные жители. Сразу, как только повесили скворечники. Любовь Пермякова, Антон Водряков, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».